Счастливые ребята бежали в школу. Им хотелось побыстрее увидеться с учителем. Они трогали его. Вдруг мистер Хью стал привидением. Рассаживайтесь по местам. Уже урок начался. Джастину и Мэттью было безразлично возвращение учителя. Они всю ночь играли на компьютере. И теперь им очень хотелось спать. Эй, ребята! Вы что, будете спать? А как же клоун? Какой еще клоун? Отвали! Учитель рассказывал скучную тему урока. Хулиганам захотелось спать еще сильнее. И они уснули. Прямо за партой. Джастин и Мэттью оказались в парке аттракционов. Они обрадовались, что находятся вместе в одном сне. Ого! Смотри, какой крутой аттракцион! Ребята побежали к башне. Сели на удобное сидение. И пристегнулись. Подъемник начал поднимать их то вверх, то вниз. Хулиганам было весело. Пока они не застряли на самом верху. Они увидели, что внизу появилась черная дыра, уходящая под землю. Надеюсь, мы не поедем туда. Но, к несчастью, подъемник помчался именно туда. С большой скоростью они ударились об дно подземной пещеры. Подъемник развалился. Не успели они отойти от шока. Как из лавы вылез Пеннивайз. И начал стрелять хулиганам из рогатки лавовыми шариками. Они побежали по коридору, уворачиваясь от ловушек. Мэттью не успел увернуться от секиры. Назара увидела, как погиб Мэттью. Она попыталась разбудить Джастина. Но парень спал крепким сном. Он пытался выжить. Забежал на каменный мост. И чуть-чуть не попал под булаву. Учитель молниеносно разбудил парня. Джастин был спасен. Эй, прыщ! В школе опять ЧП? Погиб какой-то хулиган. Что за невезучая школа? Полиция прибыла на место происшествия. Школьников эвакуировали на улицу. Копы, как обычно, начали искать улики. И допрашивать свидетелей. Мистер Хью, что вы видели? Появились ФБРовцы. Началась передряга. Копов выгнали с места происшествия. Вы свободны. Мы тут сами разберемся. Учитель и Мозес скрылись в мини-вене. В толпе послышался крик Джастина. Уйди из моей головы. Врачи вкололи ему успокоительных. Джастин успокоился и признался. Что слышит голоса клоуна в своей голове? Парня пришлось заковать смирительную рубашку и увезти в психиатрическую лечебницу. Школу закрыли до окончания расследования. Ребятам сказали идти домой в целях безопасности. Я же говорила, не надо было им спать. Химкин раздал ребятам бутылки с препаратом от сна. Это был единственный шанс, чтобы выжить. Первым выпил Тайсон. Я не трус, но я боюсь. Рыжов тоже без колебаний избавился от сна. Бубен отказался, объяснив это тем, что ему не снятся эти ужасы. Лучше он будет спать, чем травить себя этой отравой. Хлюпик решил отказаться, так как он тоже не видит клоуна. Но ты же... Да мне вообще сны не снятся в последнее время. Рыжов-младший вспомнил про спасение на аттракционе. Там же был Хлюпик. Чупа тоже выпил препарат. Ему стало плохо. Он начал задыхаться. Хорошо, что врачи были рядом. Они закинули парня в машину скорой помощи и увезли в больницу. Химкин переживал, что он сделал что-то не так. Он отправился в свою лабораторию исправлять ошибки препарата от сна. Все ребята тоже разошлись по своим делам. Как только Хлюпик и Рыжов-младший зашли за угол, Рыжов потребовал объяснить, почему Хлюпик соврал насчет снов. Я хочу выяснить, почему клоун не убивает Бубина. Он что-то скрывает от нас. Зак был в качалке, когда ему позвонил Прыщ. Он сообщил, что его сын Мэтью погиб в школе. Зак прыгнул в тачку и быстро примчался в полицейский участок. Но копы не смогли ему ничего объяснить. Делом занимается ФБР. Тогда Зак отправился в психушку. Может, Джастин расскажет ему, что случилось. Доктор не хотел пускать незнакомца к пациенту. Зак быстро уговорил его. Проник в палату к сумасшедшему другу его сына и начал выбивать из него информацию. Клоун в моей голове! Зак заставил его рисовать. Джастин даже не смотрел. Его рука двигалась сама. На рисунке был Пеннивайз. Зак узнал его. Это же тот самый клоун из его прошлого. Пятнадцать лет назад в их городе находился хороший парк аттракционов. Хозяин парка мистер Пеннивайз часто устраивал ярмарки для жителей города. Там было весело. Торговцы продавали разные сувениры и сладости. Устраивали призовые мини-игры. Играла музыка. Все наслаждались отдыхом. К парку подъехали ракетиры. Зак, Болт и Козырь. Они собирали дань с торговцев. Все всегда платили им исправно. Кроме Пеннивайза. Клоун не хотел унижаться перед какими-то отморозками. Гони Киробаксы тупой клоун. Что-что? Вы хотите купить шарик? Бандиты разозлились. Привязали шары к клоуну и отправили его в полет. Шары понесли клоуна высоко в небо. Он просил о помощи. Но жители города просто смеялись над ним. Пеннивайз долетел до облаков. Мимо пролетал пассажирский самолет. Шары лопнули. Бедняга полетел вниз. Он упал прямо в сточную канаву. И конечно же погиб. Его беременная жена долго бродила по лесам и полям. Но найти мужа не удалось. Когда она вернулась в парк аттракционов, то обнаружила одни руины. Кто-то уничтожил их бизнес. Пока Зак вспоминал прошлое, очнулся доктор. Он позвонил отцу Джастина Козырю и сообщил, что на его сына напал какой-то псих. Козырь быстро примчался в психушку. Что тут происходит? Пеннивайз вернулся. Мини Вэн Мозеса стоял возле школы. Сотрудники ФБР никого не подпускали. Спецагенты включили глушилки GPS сигнала, чтобы не было утечки информации. Внутри автомобиля происходил серьезный разговор. Сон клоуна попадают только жители этого города. Это хорошо. Все поверили, что я мистер Хью. Мозес выдал учителю спец чемоданчик и приказал действовать. В это время в психушке продолжались разборки между бандитами. Козырь не поверил Заку, что Пеннивайз вернулся. Это невозможно. Началось представление. На сцене появился главный герой. Его сын Мэтью. Помоги мне папа. Пеннивайз мучает меня. Зачем ты врешь, Мэтью? Я хорошо к тебе отношусь. Клоун угостил его тортом. Зак был в бешенстве. Он кричал и пытался вырваться. Таким поведением он разозлил клоуна и был катапультирован в космос. Без защитного костюма бандит быстро превратился в льдышку. Козырь не понимал как такое может быть? Папа это сделал Пеннивайз. Испуганный бандит схватил своего сына и бросился подальше от этого ужаса. Они отправились прямиком в полицейский участок просить о помощи. Довольный прыщ пригласил испуганного козыря в кабинет. Ну рассказывай что случилось? Чу пошел на поправку. После аллергической реакции ему давали много лекарств и ставили болючие уколы. Но парень терпел. Все это было ради его выздоровления. Голова снова стала нормальной. Врачи ушли. Не успел он расслабиться как в палату зашел Бубен. Привет дружище как твои дела? Чупа обрадовался хоть кто-то пришел его навестить. Бубен достал диетические продукты без сладкого. Чупа перекусил и попросил подать ему стакан воды. Бубен отвернулся незаметно положил в воду какую-то таблетку и передал однокласснику. Чупа начал пить. В палату забежал Хлюпик и Рыжов. Не пей! Но было поздно. Он начал засыпать. Бубен хотел сбежать. Ребята скрутили его. Хлюпик попытался разбудить Чупу, но ничего не вышло. Тогда он схватил шприц со снотворным. Вызывай подмогу! И отправился спасать одноклассника. Ребзики, если вам понравилась эта история, то давайте соберем 50 тысяч лайков и я сделаю продолжение. о счастья приходит в